Всем привет! Сегодня я расскажу как можно спрятать хэштег. Умная лента ВКонтакте не очень любит когда есть хэштеги, особенно их много, поэтому я научу вас как их можно спрятать, чтобы их не было видно в посте. Итак, как у нас обычно выглядит хэштег? Так, я практически нигде их не ставлю. Вот специально для этого случая написала хэштег Ярославна Громакина. Переходим по нему и видим вот эту запись. Как мы его спрячем? Вы видели, что у некоторых этих хэштегов целые миллионы, там по 20-30 штук. Это не очень хорошо и желательно, чтобы их вообще не было. Я захожу в отложенные записи. Вот, например, у меня есть отложенная запись, которую я подготовила к публикации. Посмотрите, хэштегов здесь нет. Я покажу, как хэштег можно сделать, его все равно не будет видно, но вашу запись можно будет найти по этому хэштегу. Вы заходите в фотографию, фотографию, которую вы прикрепляете к сообщениям. Именно хэштег вы ставите к фотографии. Вот я пишу Ярославна Громакина. Все, это у нас появился хэштег. Данная фотография у нас прикреплена к этому посту. В самом посте хэштегов нет. Например, я сделаю опубликовать сейчас. Вот, смотрите, вот запись, только что опубликовались. Сама запись, хэштегов нет. Нахожу предыдущую запись, где был хэштег Ярославна Громакина. Вот он. Щелкаю. По нему выходит это сообщение. Немножко придется подождать, это не сразу делается. Вот, смотрите. Вот текст, в котором был хэштег Ярославна Громакина. Я на него щелкаю. И вот, пожалуйста, открывается мой пост. Да, как вы видите, в посте как не было, так и нет хэштега. Но, когда мы на него щелкаем, он появляется. Хэштег стоит только на фотографии. Теперь, если эту фотографию я буду вставлять в какую-либо другую статью, в какой-либо другой пост, он также будет высвечиваться в поиске. Всем спасибо за внимание. Пользуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok